Всем здорова, с вами Старпер. Меня очень давно просили сделать разбор атак гиганта. Я очень давно обещал этим заняться, но руки дошли только сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Итак, в целом гигант очень прямолинейный босс с понятными атаками, урона от которых избежать не слишком сложно. Подвох в том, что урона у этих атак очень и очень много. Даже в зеленых билдах порой достаточно пропустить всего три-четыре плюхи в скворечник, чтобы открыть шорткат в тюремные камеры. А в брутальных и тактических забега может стоить всего одна ошибка. О том, как не допустить такого провала, мы сегодня и поговорим. Обращаю ваше внимание, что это не гайд по убийству гиганта, это руководство по тому, как не умирать во время боссфайта с ним. В конце, конечно, я скажу пару слов о его нагибе, но опять-таки исключительно в контексте выживания. А теперь к делу. Бой с гигантом проходит на арене, окруженной лавой. Лава считается ловушкой вроде шипов и наносит соответствующий урон, так что крайне не советую в нее попадать. Снизить урон от лавы до 10% от максимального запаса здоровья можно с помощью мутации мазохист, чертеж которой выявляется в секретной зоне дремлющего храма. Все действия гигант совершает левой и правой руками поочередно. Здесь я должен сделать важное уточнение. По факту, та рука, что на экране слева, правая, а та, что справа, левая. Это может немного путать, поэтому для удобства в дальнейшем я буду обозначать руки в зависимости от того, с какой стороны экрана они находятся. То есть, рука слева будет левой, рука справа будет правой. Это, конечно, неправильно, зато я исключу путаницу. Боссфайт состоит из двух фаз. Переход во второй происходит после потери гигантом половины здоровья. Атаки по кулакам босса снимают их собственное хп, не затрагивая основной хелсбар. После убийства кулака у гиганта вывалится глаз. По нему и нужно атаковать, чтобы дамажить главную полоску хп. Глаз вывалится на 3 секунды, а ограничения на количество урона, которое можно нанести по нему за это время, нет. Таким образом, переход во вторую фазу может случиться и на 50% здоровья босса, и на 40%, и на 30%, и даже меньше. Все зависит от вашего ДПСа. А теперь давайте подробно остановимся на самих фазах и действия гиганта, которые он в них совершает. В первой фазе у гиганта 4 простых атаки и 2 усиленных. Простые атаки могут наноситься как левым кулаком, так и правым. И отличий между ними кроме того, с какой стороны вам прилетит по щам, нет. Начнем с простых. Гигант поднимает кулак и после небольшой паузы обрушивает его на землю, отчего потом в обе стороны расходится волна огня. Атака состоит из трех этапов – прицеливания, подготовки и самого удара. Прицеливаясь, гигант поднимает кулак примерно на середину высоты экрана. В это время он может следовать за игроком, но панически метаться по арене не стоит, так как до самого удара еще уйма времени. Прицелившись, гигант останавливает кулак, после чего поднимает его выше и замирает на короткое время. Панически метаться по-прежнему не стоит, просто отойдите в сторону и сделайте прыжок. Достаточно одинарного, но если вам будет спокойнее, то можете и двойной. Так вы избежите урона и от самого удара и последующей волны огня, расходящейся по земле. Гигант отводит кулак к краю экрана, быстро заряжает его и бьет по всей ширине арены. Не пытайтесь перепрыгнуть, не получится. Самый действенный способ – перекат, ну или парирование, если у вас есть щит. Подвох в том, что хук не только наносит урон, но и отталкивает. Если вы поймали его, то гигант может столкнуть вас в лаву, что с высокой вероятностью закончится летальным. Парировав удар, урона от него вы не получите, но вас все равно немного оттолкнет, то есть вы можете свалиться в лаву, даже если все сделали правильно. К тому же гигант иногда подкидывает подылянку в виде обрушения сразу после хука, задоджить которое становится сложнее. В общем, перекатывайтесь. Это наилучший вариант. Фаерболы могут быть двух видов – прямые и волной. Различаются они, как вы понимаете, своим паттерном. Самый простой способ избежать урона – парировать все залпы. Так вы еще и урон нанесете по атакующему кулаку. Но для этого нужен щит. Если у вас его нет, вы можете перепрыгнуть и уклониться от фаерболов. Фаербол волной – это тоже три залпа. При кажущейся сложности паттерна уклониться от волны проще – достаточно двойного прыжка и вы в безопасности. Не всегда, но практически всегда атака фаерболами сопровождается лазерами. Гигант выпускает их из глаз в края арены и постепенно ограничивает ее к центру. Лазеры нельзя парировать, сквозь них нельзя перекатиться. Единственный способ остаться снаружи – использовать навык вспышка, который телепортирует вас к кулаку. Но даже если вы можете это сделать, я не рекомендую. Проще остаться в центре арены и задоджить фаерболы прыжками. Зарядка сама по себе – это не атака, но полноценное действие гиганта, по завершении которого очередь переходит к противоположному кулаку. Когда кулак будет заряжен на максимум, а отслеживать текущий уровень можно по наплечникам гиганта, босс совершит усиленную атаку. Для левого кулака – это буллет хелл на минималках, которые легко доджатся обычным лавированием между фаерболов, благо летят они достаточно медленно и по предсказуемым траекториям. А вот у правого кулака – одна из самых неприятных и коварных атак из всего мувсета гиганта в принципе. Он несколько раз бьет по земле в относительно быстром темпе, от каждого удара по земле в обе стороны расходятся волны огня и после каждого удара босс смещает кулак в сторону противоположного края арены. То есть, чтобы избежать урона, вам нужно задоджить сам кулак, задоджить волны огня и не оказаться зажатым у края. Давайте разбираться, как это сделать. Итак, сначала гигант поднимает кулак на уровень своей головы, после чего замирает на короткое время. Затем поднимает кулак еще выше и снова замирает. Две паузы в этапе подготовки могут сбивать с толку и на это, судя по всему, и был расчет. Но старайтесь держать себя в руках и ждите финальный этап. Собственно, сам удар. Как только увидите, что кулак пошел вниз, прыгайте один раз. Ни в коем случае не делайте двойной прыжок, иначе вы гарантированно получите урон от следующей волны огня. Перепрыгнув таким образом две волны, после третьей сразу перекатывайтесь за кулак и сразу же прыгайте снова. Самое сложное позади. Теперь вам нужно просто одиночными прыжками задоджить оставшиеся волны и дождаться, пока гигант успокоится. Это все атаки первой фазы. На всем ее протяжении крайне рекомендую держаться с самого центра арены. Ориентироваться можно по нагруднику гиганта. Если будете так делать, то практически исключите случайное попадание под сужающиеся лазеры во время прыжка. Плюс эта позиция дает достаточное время, чтобы среагировать на все остальные атаки. Достигнув второй фазы, гигант всегда открывает ее новой атакой. Назовем ее двойным обрушением, например. Подняв оба кулака на уровень головы, босс обрушивает их в центр арены. От удара в обе стороны по полу расходится волна огня, а через секунду с потолка начинают падать кристаллические сталактиты. Увернуться от самого удара и волн огня несложно, просто отойдите и подпрыгните. А вот сталактиты могут оказаться проблемой. У них нет четкого паттерна, то есть падают они в случайном порядке. Сквозь них нельзя перекатиться, они могут попасть по вам в воздухе и так далее. Урон наносят приличный, но его, как и урон от лавы, можно порезать мутацией мазохистов. Лучшее, что вы можете сделать, внимательно следить за вертикальными полосками, появляющимися за секунду до падения сталактита и держаться от них подальше. При этом вам придется еще и следить за всеми остальными атаками гиганта, так как весь мувсет первой фазы переходит во вторую без изменений. Как известно, самый простой способ не получить входящий урон, как можно скорее убить того, кто может его нанести. С гигантом эта тактика работает на 100%. На сегодняшний день вполне реально выбивать здоровье из его кулаков и глаза так быстро, что у него просто не будет возможности провести свою атаку. Вот только осуществить это можно далеко не в каждом билде, так что рекомендую воспользоваться вторым вариантом. Просто не ходите к нему, если ваша сборка не заточена под этот боссфайт. Лучше навестите хранительницу времени, уверен она будет рада вашей компании. Если идете за достижением Давида Галя, в требующем убийства гиганта без получения урона, то рекомендую сборку из быстрого лука, боевого филина, двойного автоарбалета и чего угодно еще на тактику, плюс мутацию общая связь. В начале боя вы стрелите сначала в один кулак, затем во второй, затем добавьте к своей связи глазик, а затем получаете ачивку. Все очень просто. Как я и говорил в начале видео, гигант, прямолинейный босс, способный навредить вам только если вы запаникуете, ну или потеряете концентрацию в затянувшемся бою. Так что не делайте этого. Напоследок я мог бы вставить рекламу какой-нибудь мобильной донатной гринделки, но лучше прорекламирую эту страничку, ссылку на которую вы найдете в описании. Использовать ее по назначению или нет, решать вам. И если решитесь, я буду крайне признателен. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. В описании к видео есть куча полезного про Dead Sales. Не забывайте подписываться на мои каналы, если хотите. С вами был Старпер. Всем счастливо и хороших забегов. Субтитры сделал DimaTorzok